У Андрея Куприянова профессия по нынешним меркам почти экзотичная. Он не просто водитель. Управляет дорожным пылесосом. Мужчина наводит чистоту на проезжей части улицы Победы уже полгода. Говорит, работа ювелирная. Водить пылесос надо уметь учиться на этом. По этой дороге я езжу каждый день. Не только на личном автомобиле, но и на рабочей технике. Убираются и вручную. Куда не заедет пылесос, доберутся метлами и щетками. Содержание дороги в надлежащем виде теперь забота подрядчика. Это называется трехлетний контракт жизненного цикла. Одна организация сначала ремонтирует, затем на протяжении трех лет летом пылесосит и моет асфальт, собирает мусор, зимой обрабатывает покрытие противогололедными материалами, чистит и вывозит снег. Летнее содержание подходит к концу в связи с минусовой ожидаемой погодой в ночь. Поэтому пылесос работает последние дни. Техника переоборудована, готова к зимнему режиму. На данном отрезке работа производится круглосуточно. У нас работают две смены, соответственно, работа происходит и в день, и в ночь. Асфальт и тротуары на свои и чужие не делят. Подрядная организация убирается уже сейчас, на всей протяженности Победы, несмотря на то, что продолжение капремонта до перекрестка с улицы Гагарина намечено на 2020 год. Работы ведутся параллельно и с опережением графика. Практика трехлетнего контракта жизненного цикла в Самаре реализуется впервые в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это один из нацпроектов, который инициировал президент Владимир Путин. Такой подход, когда одна организация и ремонтирует участок, и содержит его в дальнейшем, должен обязать делать все работы качественно. Ведь в случае возникновения гарантийных дефектов, устранять их будет подрядчик за свой счет. Мария Шпакова, Алексей Вельмискин, Новости губернии.